Виктория Валерьевна, здравствуйте! Мы сейчас для зрителей поясним, что мы находимся в Иркутской области, собственно, на предприятии, на право решения прошедшего Усоль-Химпром. Это как раз то предприятие, по поводу которого было специальное совещание с Владимиром Владимировичем Путиным и было посвящено именно непосредственно экологической проблеме, связанной с Усоль-Химпромом. Скажите, сейчас людям есть за что опасаться? Удалось как-то локализовать проблему? Сейчас уже люди могут спать спокойно. Почему? Потому что по поручению президента мы включились в работу очень быстро. Работали мы в штабном режиме. И мы в 2020 году составили план первоочередных неотложных мер по наиболее опасным объектам на этой площадке. Таких объектов было несколько. Первая группа объектов это старые аварийные железнодорожные цистерны, в которых содержались опасные химические вещества, в основном хлорорганического происхождения. Все 17... И ртуть еще? Ртуть, это вот чуть дальше от нас, с левой стороны, находится уже демонтированный цех ртутного электролиза. Что мы сделали? Почему люди могут спать спокойно? Мы перезатарили все аварийные ЖД-цистерны. Которые сочились, и химические вещества из которых могли просто в результате залповых выбросов попасть в атмосферу. Мы эту угрозу исключили. Мы все емкости перезатарили. Цех ртутного электролиза, вот он с левой стороны от нас, полностью демонтирован. Дальше мы будем заниматься на экотехнопарке демеркуризацией этой ртути, для того, чтобы полностью исключить воздействие ртути на здоровье людей и окружающих средств. Что еще мы делали? Здесь, на этой площадке, есть система подземных скважин. Таких скважин несколько, но наиболее опасными были две. Глубина у каждой из них больше километра. Мы эти скважины точно так же извлекли содержимое, перезатарили, и сейчас занимаемся уже обустройством скважин, их тампонированием. Они уже сегодня не представляют угрозу для населения. А скважины расположены в непосредственной близости от жилого сектора. Это очень опасно. Еще одно направление, это уже скорее воздействие на экологическую систему, на водные объекты, на реку Ангара. Рядом с Ангарой находятся огромные хранилища нефтепродуктов. Наша задача была локализовать попадание этих нефтепродуктов непосредственно в Ангару, которые являются источником питьевого водоснабжения для жителей города. Ну, все боялись, естественно, распространения большого опасных веществ на большую территорию. Сейчас этой опасности нет? Сейчас этой опасности нет. Все емкости перезатарены в специальные современные такие большие контейнеры. Причем для каждого химического вещества свой тип контейнера. Все контейнеры находятся под охраной Росгвардии. Эта работа выполнена полностью на 100%. Причем даже с обережением. 17-я железнодорожная цистерна перезатарена сверх плана 2020 года. Она не была запланирована планом неотложных мер. Ну, собственно, эпицентр вообще всех загрязнений и всего это, естественно, вот тут, где мы с вами находимся. Ну, конечно, место, надо сказать, оно воздействует. Выглядит все ужасно, да. Очень плачевно. И это действия бывших собственников. В случае, если собственники предприятий промышленных вели бы себя более ответственно, таких историй бы не происходило. Такие предприятия должны выводиться из эксплуатации. Ну, сейчас ситуация под контролем полностью? На этой площадке ситуация под контролем. Мы разобрались даже с многочисленными собственниками вот этих объектов недвижимости. О, это тоже была же большая проблема с собственниками. А этот объект недвижимости, это продолжение цеха ртутного электролиза. Он находится в частной собственности. Этот объект недвижимости уже после того, как мы создали правительственную комиссию, по ликвидации накопленного вреда приобрел один индивидуальный предприниматель из Московской области, который ни разу не посещал даже Иркутскую область. При этом он теперь является частным собственником этого объекта. Вот здесь частных собственников было на старте нашей программы, наших мероприятий 39. 39. Мы со всеми методично отработали. И сейчас собственники занимаются демонтажом своих конструкций, либо приводят их в безопасное состояние, если эти конструкции дальше могут существовать на этой площадке, и в них можно вести предпринимательскую деятельность. Ситуацию, я так понимаю, взялись уже все. Это и военные, и Росатом. Да. Единственный исполнитель на этой площадке на работу по ликвидации Росатом, унитарное предприятие под ведомственной Росатому, федеральный экологический оператор. Но все работы, поскольку химические вещества действительно очень опасные, проводились и проводятся в настоящее время под контролем Министерства обороны. А за общую ситуацию, за ее безопасность отвечает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Но все это первоочередные меры, про которые мы с вами говорим. А вот что дальше? Сколько времени понадобится для того, чтобы вообще полностью локализовать эту ситуацию? По нашим оценкам, разобраться с этой промышленной площадкой можно будет до конца, до декабря 2024 года. А что экологи говорят? Как вообще вы с экологами ведете диалог? Все работы на этой площадке проходят под контролем и Академии наук сибирского отделения, и экоактивистов. Росатом привлек к этой работе большой круг экологов. И в рамках работы вместе с общественной палатой, экологи, местные экологи в курсе всех мероприятий, которые проводятся на этой площадке. Ну а как получилось, что вот этот огромный объект в 600 гектар, в 610 гектар был заброшен, бесхозен, и собственно вот буквально на освещание президента, да, вот это вот всплыло эта проблема. Как такое произошло? Такое произошло, потому что действующее законодательство... Причем еще и экологический урон какой. Да, огромный. Это произошло, потому что законодательство позволяло собственнику исключить свой объект из реестра, за который отвечает Ростехнадзор, а в реестр, за который отвечает Министерство природных ресурсов, собственник не включился. Мало того, и собственника уже не было. Два основных предприятия, это Усолье Химпром и Усолье Сибирский Силикон, вошли в состояние банкротства. И не было просто никого заинтересованного, кто бы включил всю эту промышленную площадку в реестр накопленного экологического вреда, вреда окружающей среде. Мы это сделали. Теперь вся площадка, все 610 гектаров находятся в федеральном реестре. А какой урок нужно вынести вот из этой всей ситуации? Урок... На будущее. Я считаю, вот достаточно одного Усолья Сибирского для того, чтобы выучить все уроки. Это период и советский, период постсоветский и современная наша история. Что нужно сделать? Нужно, чтобы собственники, я еще раз это повторю, несли все время ответственности, включая финансовую ответственность, за состояние своих промышленных предприятий. Предприятие интересно собственнику тогда, когда оно дает прибыль и позволяет получать прибыль. За гранью этого периода, когда предприятие перестает приносить необходимую прибыль, оно становится неинтересно собственнику. Оно генерирует сплошные убытки и сдержки. Поэтому наша задача в законодательстве, мы это уже сделали сегодня, соответствующий законопроект подготовленный, он будет внесен в правительство в декабре. Предусмотреть финансовую ответственность собственников, чтобы они не бросали такие промышленные площадки. Без экологического аудита никаких действий сделать будет нельзя. И если вред накоплен, собственник обязан будет этот вред устранить сам. Не за счет средств федерального бюджета, а за счет собственных средств. Нужно это помнить об этом собственникам всегда. Продолжая тему Усоль и Химпрома, находясь здесь, в Иркутской области, вы взяли под особый контроль ту ситуацию, которую сейчас там происходит, экологическая, очень сложная ситуация. Но это огромная работа, до 2024 года успеете? Конечно, безусловно. Мы же хотим на этой площадке сделать экотехнопарк. Это будет новый комбинат, это новые рабочие места, в том числе для жителей Уссули-Сибирского. Это огромные вложения первичные. Около 5 миллиардов. Я не считала 430. Это репутационные мероприятия. На строительство экотехнопарка около 5 миллиардов инвестиций. Это огромные деньги. Сейчас нет опросов по поводу того, выделятся они или нет. То есть это деньги, которые выделяются. Конечно, мы нашли необходимое финансирование. И в 2020, и в 2021 году за счет средств федерального бюджета. Часть у нас это покрытие за счет резервного фонда правительства. А часть это бюджет нацпроекта экологии. А сам нацпроект, насколько я понимаю, пересматривается. Что в нем меняется и почему было много, я так понимаю, неэффективных проектов до этого? Мы пересматриваем нацпроект экология, потому что эволюция, во-первых. Во-вторых, скорректированы национальные цели развития до 2030 года. Есть 474-й новый указ президента, который задает нам национальные цели до 2030 года. И все экологические вопросы сейчас упакованы в достижение одной национальной цели. Комфортная и безопасная среда для жизни наших граждан. Что будет меняться? В нацпроекте экология мы предусмотрели несколько направлений. Первое, о чем мы подумали и чего не было в нацпроекте экологии, это как раз экологического воспитания, экологического просвещения и научного обеспечения. Второе направление, мы провели ревизию всех федеральных проектов внутри нацпроекта экологии. И пришли к выводу, что некоторые федеральные проекты должны быть исключены. Ну, например, чистая вода. Это модернизация сетей коммунальных, сетей водоснабжения. И лучше всего данная задача решается как раз в жилье и городской среде. Поэтому решили отдельный федеральный проект «Чистая вода», который связан только с коммунальной инфраструктурой, вынести в другой нацпроект. Все, что связано с наилучшими доступными технологиями, это модернизация производства загрязнителей. Ну, например, есть какая-то старая котельная, которая работает на угле. И в результате работы этой котельной появляется черное небо в одном из городов с очень высоким уровнем загрязнения. Такая котельная должна быть модернизирована через наилучшие доступные технологии, за которые отвечает Минпром, с поддержкой со стороны государства в рамках нацпроекта экологии. А вот эти инструменты содержались в отдельном федеральный проект наилучшей доступной технологии НДТ. И мы сейчас все инструменты этого федерального проекта разложили как раз там, где от них будет больше эффект. Это воздух и вода. Водные объекты уникальные наши. Волга, озеро Телецкое, озеро Байкал. А что касается таких вот техногенных аварий, как в Норильске, вот что с ними делать? Можно ли как-то заранее предотвратить примитивные меры какие-то использовать? Ну, первое, почему произошла эта авария? Авария произошла потому, что собственники не вкладывались в модернизацию инфраструктуры. В эти объекты недвижимости, которые накапливали в себе нефтепродукты. Нефтепродукты, как резервное топливо для котельной, которая отапливает город Норильск. Если бы собственники следили за безопасным состоянием этих объектов, аварии бы не было. Теперь как предотвратить? Президент поручил нам очень быстро внести поправки в законодательство. Для всех, кто занимается производством нефтепродуктов, транспортировкой нефтепродуктов, хранением нефтепродуктов и реализацией нефтепродуктов. То есть все стадии жизненного цикла. На море это было сделано, такие поправки в законодательство внесены были давно. А для объектов, которые находятся на суше, этого не было сделано. Вот мы в этом году такие поправки приняли. И теперь собственники, которые занимаются производством, транспортировкой, хранением и реализацией, должны разработать планы, что они будут делать в случае, если наступает такая критическая ситуация. Это из системных мер. И второе, ответственность финансового собственника от банковской гарантии, фондов и гарантий со стороны субъектов и муниципалитетов, если такие котельные находятся в собственности субъектов и муниципалитетов. То есть появляется финансовая подушка, чтобы не все налогоплательщики за счет средств федерального бюджета обеспечивали ликвидацию последствий таких, не дай бог, аварий. А может быть лучше их обкладывать какими-то экологическими обязательствами, чтобы не было... Экологические обязательства у нас тоже есть. На сегодняшний день ущерб только водным объектам в результате аварии на ТЭЦ в Норильске из-за резервуара, в котором хранилось больше 21 тысячи тонн нефтепродуктов, только водным объектам оценивается в 147 миллиардов рублей. Поэтому сумма ущерба очень высокая. И собственники должны оценивать. И ложиться на... На плечи собственника. Конечно. На дочернюю компанию. Собственники должны оценивать, что выгоднее. Вложить немного средств в модернизацию, чтобы не допускать аварий. Либо сейчас нести время уплаты таких штрафных санкций в виде ущерба окружающей среде. Мы находимся в Иркутске. Я не могу вас не спросить про Байкал. Вы занимаетесь сейчас этой проблемой. Их накопилось действительно очень много. Как их решать? Байкальская природная территория – это жемчужина. И мы для того, чтобы защищать эту природную территорию, защищать озеро Байкал, создали правительственную комиссию. Вы знаете, что есть вот этот конфликт. Люди, которые живут в населенных пунктах на территории особо охраняемых природных территорий. И режим ООПТ. То есть режим населенного пункта и режим ООПТ. Эти режимы нужно развести. Вторая проблема, которая существует – это бережное отношение к природе и раздельный сбор мусора на этих территориях. Правильное внедрение системы раздельного сбора мусора на Байкальской природной территории. Это связано и с все возрастающей антропогенной, экологической, туристической нагрузкой на эту территорию. И связано с тем, что принято решение заниматься восточным полигоном расширения БАМа и Транссива. Вот эту проблему мы тоже обсуждали. Кстати говоря, в рамках экологических обязательств РЖД по расширению БАМа и Транссива договорились, что компания будет высаживать за каждое дерево пять новых деревьев. То есть такое вот увеличение лесовосстановления в пять раз в случае, если придется вырубить хотя бы одно дерево. Ну и предприятия, выбросы которых происходят в озеро Байкал. Как тут и сохранить инфраструктуру, и бизнес, и собственно сохранить достояние России? Очень важно обеспечить безопасный сток со всей территории, которая примыкает к Байкалу. И мы этим занимаемся сейчас в рамках федерального проекта сохранения озера Байкал. Все очистные сооружения, которые существуют на Байкальской территории, должны быть модернизированы. И это у нас уже в работе, этим мы занимаемся. Вы уже сказали, что проблема мусора на Байкале стоит очень остро. И для всей страны, в том числе у нас в проекте «Экология» как раз прописана мусорная реформа. Вот почему она до сих пор у нас не работает? Что мешает? Я не могу сказать, что она не работает. Она, наверное, не так активно движется, как хотелось бы. Что мы делаем сейчас? Мы утвердили дорожную карту раздельного сбора мусора. Для того, чтобы реформа обращения с ТКО с твердыми коммунальными отходами шла дальше, не буксовала, необходимо вторичный материальный ресурс, это та самая упаковка, пластик, стекло, картон, алюминий, собирать отдельно, не допускать смешивания с другими видами отходов. Для того, чтобы не тратить время, силы и средства на сортировки. Поэтому задача сложнее. Это жилищный фонд, который содержит на мусоропроводах многоквартирные дома. Новая стройка, как мы предусмотрели в дорожной карте правительственной, должна не предусматривать уже этого рудимента, такого как мусоропровод. Не нужно строить новые многоквартирные дома с мусоропроводами. Нужны контейнерные площадки. Многие регионы пошли по этому пути. В рамках достижения национальной цели по комфортной городской среде, комфортной среде для жизни в целом нашего населения, мы должны обеспечить сортировку 100% мусора к 30-му году. А для этого нужны мощности, сортировочные мощности. И вторая часть. Мы должны в два раза снизить хвост то захоронение, которое сегодня предусматривает как раз вывоз всего мусора. В два раза меньше мы должны захоранивать после сортировки. Это наша цель. Для этого тоже нужны конкретные шаги. Раздельный сбор, извлечение вторичных материальных ресурсов и плавный переход к экономике замкнутого цикла. Ну вот Владимир Путин как раз в послании к Федеральному собранию предложил экономику замкнутого цикла. И звучал тезис, что загрязнитель платит. Как у нас продвигается вот эта инициатива? Эта инициатива бурно была встречена бизнесом. Бизнес, конечно, не готов нести дополнительные издержки. Объем экологического сбора, который мы сегодня фиксируем, около 3 миллиардов. А теперь сравните с платежами населения за вывоз мусора. 2019 год это около 190 миллиардов рублей. А бизнес в рамках экосбора по утилизации возмещает около 3 миллиардов рублей. Так вот и мощности не появляются, и экосбора нет никакого. Что мы хотим сделать? Как раз ввести вот этот принцип, что упаковка должна утилизироваться в 100% случаях. Около 90% это упаковка. Это то, что становится мусором сразу, в моменте. Поэтому в отношении упаковки нужно вводить, и мы это делаем, в декабре будет концепция утверждена, 100% утилизации. Для этого стимулируем создание мощностей. Бизнес может сам создать мощности по сортировке утилизаций. А с субъектами Российской Федерации в рамках реформы ТКО мы эти мощности будем создавать с государственной поддержкой. Недавно сменился руководитель российского экологического оператора. Вы поставили ему задачу не допустить роста мусорных тарифов для населения. Это возможно вообще справиться? Это возможно, конечно. У нас превышение над предыдущими периодами, над предыдущими годами, возможно, не больше уровня инфляции. И повышать тарифы для населения мы не дадим. Они будут сохранены в этом объеме. Предусматриваем новые меры поддержки с региональной, с ППК, российский экологический оператор. Для того, чтобы мощности появлялись с плечом господдержки. Это субсидирование процентных ставок по кредитам. И это льготный лизинг на закупку оборудования. Преимущественно отечественные. Вы занимаетесь реформой лесного хозяйства. И поставлена задача решить проблему с незаконной вырубкой леса. По этому поводу даже совещание у Владимира Путина громко очень проходило. Вот что в этом направлении делается? Я считаю, что было принято историческое решение. Запрет вывоза круглого леса и грубо обработанного леса, грубо обработанных лесоматериалов, ценных лиственных пород. Это дуб, бук, ясень и хвойных пород. Это действительно для Российской Федерации историческое решение. Оно было выстрадано. Объясню почему. Заготавливать лес далеко от мест переработки этого леса очень сложно. Это дорого. Мы за все эти годы, когда лес рубили и продавали его в круглом везде или грубо обработанном, вырубили все экономически привлекательные делянки. И теперь для того, чтобы лесопромышленникам заготовить необходимый объем, нужно вкладываться. Вкладываться существенно. Все лесопромышленники, которые работают в белую, говорят о том, что нужно помогать строить лесные дороги. А теперь представьте, объем серой лесосеки, той самой, незаконной, он превышает по экспертным оценкам 13 миллионов кубов. Этот лес мог расстаться внутри страны и пойти на переработку, на глубокую переработку. Он едет в грубо обработанном виде за рубеж. И там его стоимость резко возрастает. Вот это мы сегодня запрещаем. С 2022 года вывоза круглого леса из Российской Федерации не будет. Потому что для нас, как для страны, это больше не товар. Мы не можем себе это позволить. Вывозить круглый лес. Мы будем перерабатывать лес внутри страны. Сейчас должна как раз появиться система лес-егоис. И вот бизнес, я так понимаю, немного побаивается. Будет ли какой-то период адаптации, перехода плавного на эту систему? Система лес-егоис, как информационная система, она существует давно, несколько лет. Но наша задача, эту систему на первом этапе для быстрых побед, адаптировать под систему прослеживаемости. Ведь для того, чтобы уйти от незаконной заготовки древесины, вот всю цепочку мы должны прослеживать внутри информационной системы. Сегодня есть отечественные решения, технологические решения, как этого добиться. И это наша главная цель. Быстрые победы. Вторая задача, системная задача, сделать большую информационную систему в лесу. Наконец-то систему учета. Практически через несколько дней после совещания у президента, правительство утвердило дорожную карту. Это огромный системный документ, где есть блок нормативного регулирования, блок технологических решений и блок организационно-технических решений, которые нужны для того, чтобы обеспечить цели, поставленные президентом. Декриминализация и развитие. Пандемия. Как сказывается на всех проектах, которые у вас есть, и вообще на вашей работе? Региональные операторы получили поддержку государственную для того, чтобы не произошло мусорных коллапсов. Я считаю, что здесь мы справились. В условиях пандемии еще одно направление, которым я занимаюсь, это агропромышленный комплекс. Он в 2020 году показал рост выше 4%. Это единственная практически отрасль, которая показывает рост. Я хочу наших агрорев за это поблагодарить. Это была непростая тоже история. Вы помните, как нам не хватало гречки, когда был этот массовый ажиотажный спрос. И потом была история с сахаром. Нужно было стабилизировать цены. Нужно было перестроить всю логистику между субъектами Российской Федерации. Лесники тоже справились с задачей. Во-первых, мы сократили зоны контроля на 92 миллиона гектаров. Во-вторых, мы снизили количество по площади, по площадным характеристикам. Площадь, пройденную огнем, мы сократили, существенно сократили. И мы начали реагировать быстрее. Поэтому я считаю, что по моему блоку мы смогли удержать ситуацию и прошли ее очень хорошо. Ну что, спасибо вам большое, Виктор Валерьевна. Спасибо. Очень вы целеустремленный человек. Желаю вам удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова